всем привет вы на канале пользы на это здесь только быстрые обзоры и долгие стримы и к сожалению для вас и для меня все подобные обзоры начинаются на камеру аппарата который мы будем обозревать это real me pad mini при том я по большому счету могу вам рассказывать что здесь 200 тысяч баллов в antutu почти здесь вроде бы по спекам неплохая камера но это не так вы сами видите должны быть неплохие микрофоны но вы тоже слышите что они не очень с одной стороны с другой стороны аналогов кроме каких-нибудь мракобесных олда кубов в принципе в мире нет потому что если брать и айпадовский минько желейным экраном вы сами прекрасно знаете плюс андроида подключил к тайпсишному проводу кабель скинул все что тебе надо захотел ломаную программу а покажку не боишься что у тебя данные кто-то там куда-то уведет то же самое поэтому этот аппарат однозначно просто уникальный для android устройств мне он понравился про минусы и плюсы расскажу смотрим вопреки всему несмотря ни на что до меня дошел real me pad mini притом он довольно давно дошел ввиду того что были более интересные девайсы да а по find x5 pro для меня интереснее я дошел до real me pad mini только сейчас у real me было real me pad x у меня на канале скорее всего будет в перспективе о попада r о попада недавно был в его под будет в целом биби кей пока зажигает и много чего выпускает не забываем что на канале розыгрыш 5 бэндов 6 серии ежемесячно что меня зовут сани есть или грамм канал скидок и взаимопомощи скорее всего в перспективе скоро будет топ-10 планшетов если это дело меня не разочарует он там появится 18 ватт зарядка маленький и особенность его в том что по большому счету из топовых брендов кроме яблока с его желейным экраном и яблоко у меня тоже на руках разумеется никто ничего не выпускал здесь у нас 8 мегапиксельная камера хотя хочется сказать сразу 80 мегапикселей но это 8.0 она одна есть слот под миниджек нет защитной пленки сразу и желательно наверное все-таки приобрести какой-то чехол но есть слот для карт памяти скорее всего потому что вряд ли еще карты кроме карт памяти симки туда можно запихивать будем надеяться что можно пока я кстати даже слот не могу открыть это очень странные дела непривычно для меня обычно все открываются проще есть да здесь видно что теоретически кроме карт памяти возможно здесь еще можно будет запихивать симки но не сегодня и не мне фронтальная камера расположена по центру не особо важно это насчет языка обычно здесь есть сразу же русский язык несмотря на то что китайская версия аппарата не китайская до русский на борту сразу же вес этой штуковины 369 граммов рамки конечно космос но что делать сто двадцать четыре миллиметра где-то 209 и в толщину это штуковина 9 миллиметров вместе с блоком камер без блоков камер 8 миллиметров вот насколько отличаются минька от яблока от рилме то есть рилме удобнее держать в руке не намного больше рамки до верхняя рамка у рилме нижняя значительно больше чем у этого насколько экран лучше или хуже вы увидите в обзоре почему потому что это дело как мы помним желейная и его 60 герц они такие себе но с другой стороны еще раз повторяюсь что и между яблоком и чем-то другим из планшетов несмотря на ценник я всегда выберу яблоко хотя это дело в три раза дороже чем это а иногда даже в 4 и вес у миньки айпада 293 грамма против напоминают 370 у рилме то есть эта штука больше весит смотрим розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны разыгрываются на данный момент помимо 5 бэндов 6 серии которые разыгрываются ежемесячно за лайк подписку и комментарии к любому видео один защищенный смартфон наушники sony и infinix 12 pro если наберем достаточное количество лайков подписывайтесь колоколом перейдем же к планшету полетели к слову всем кто захочет узнать как стримить с этого планшета допустим тот же геншин не забываем что у меня есть twitch канал там я тестирую девайсы с играми в онлайне и пусть это доп нагрузка когда ты еще и стримишь девайса но это с одной стороны плохо с другой стороны хорошо будете знать как что работает потому что опять же все лаги видны плюс сможете узнать у меня ответы на вопросы которые у вас стабильно возникают по поводу каждой железки теперь про рил не подмене поставляется данный девайс в синий и серой расцветки внешний планшет привлекательно дизайн в стиле рилме корпус выполнен из металла с матовым покрытием что хорошо корпус марки но отпечатки пальцев практически незаметны сборка неплохая как и качество материалов в руках планшет держать довольно удобно из рук он не выскальзывает печатать как вертикальном так и в горизонтальном положении удобно на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости разъем юсб тайп си версии 202 микрофона и 2 стерео динамика звучание хорошее но кастомного эквалайзера к сожалению в стоке нет как и долби атмоса миниджек на борту за что отдельное спасибо слот как я уже говорил мои модели только под micro sd и поддерживает планшет карты внимание до целого одного терабайта летим дальше рилме подмене оснащенной без экраном на 8,7 дюйма с разрешением 800 на 1340 пикселей полезный процент экрана восемьдесят четыре целых пятьдесят девять сотых процента рамки небольшие а вот подбородок и верхняя рамка прям заметны плотность пикселей скромная 180 пипя и как по мне это очень даже мало хотелось бы хотя бы 250 в идеале конечно 400 в домашних условиях яркости достаточно на улице же использовать планшет не комфортно частота обновления экрана разумеется 60 герц touch минимальный и тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране автояркость работает хорошо без нареканий под разными углами экран темнит и это слегка мешает при просмотре видео на ютюбе или фильмов далее мульти точно 10 касаний на борту разблокировать экран можно при помощи распознавания лица и стандартными способами распознавание лица срабатывает отлично даже под углом как вертикальным так и в горизонтальном положении внести биометрические данные можно только одного лица персонализировать экран возможность есть но по минимуму к примеру можно воспользоваться настройкой цветового режима и температуры экрана а также включить функцию для улучшения видео контента к слову youtube приложение поддерживается режим чтения разумеется на борту летим дальше процессор печалью не сок т 616 с техпроцессом 12 нанометров восьми ядрами максимальная частота которого 2 гигагерца графический процессор здесь mali g57 mp1 интерфейс эр эдишен для планшетов на базе android 11 оперативной памяти на выбор 3 или 4 гигабайта внутренняя память не самая печальная и фс 2.1 и на выбор 32 или 64 гигабайта имеется поддержка двухдиапазонового вайфая 5 серии звучание во время разговора через мессенджеры приемлемые микрофон отрабатывает отлично вибромотор чека на борту нет bluetooth 5 версии nfc разумеется отсутствует емкость аккумулятора 6500 миллиампер часов функция т.г. на борту в писемарке планшет выдал 8 часов 30 минут и осталось еще 20 процентов при том тест я стандартно провожу при максимальной яркости при 60 герцах больше здесь быть не может заряжается он с нуля до 100 процентов за 2 часа 40 минут поедает за час просмотра видео на ютюбе при 100 процентах яркости по вайфаю один из процентов за час игры в геншинг импакт на минимальных настройках графики улетает 22 процента играть можно без каких-либо проблем если выставить средние настройки графики то уже не все так радужных так как постоянно проскакивают фризы яркость планшет не понижал и нагревы были незначительны в более легких условиях в играх к примеру world of tanks или стендов он показывает себя хорошо играть можно без каких-либо лагов или подвисаний перейдем же к тестам тротлинг тест проходит стабильно 158 гипсов минимально максимально 164 гипса в среднем 162 гипса на 100 потоках при 30 минутах в гиг бенче в сингл кори 371 в мультикоре 1387 3d mark показал вайлайф 470 вайлайф экстрим 127 лайлайф стресс тест 470 вайлайф экстрим стресс тест не проходит слингшот экстрим 1119 слингшот 1681 в antutu выдал результат в 195 тысяч попугаев сторож тест показал хороший 29 тысяч 45-минутный стресс тест прошел отлично результаты вы можете наблюдать на экране далее блок камер с тыльной части состоит из одного модуля на 8 мегапикселей запись видео доступно максимальном разрешении 1080p 30 fps стабилизации на борту нет фронтальный широкоугольный модуль на 5 мегапикселей качество видеосъемки меня не порадовало я думаю по ходу обзора это было и так заметно короткие примеры к сожалению для вас и для меня вы сейчас увидите и для ютуба которая из-за этого будет ролик по-любому считать некачественным 2 часа ночи мурина максимальное разрешение для съемки 1080p 30 fps я конечно помучаю его автофокусом но это все мелочи жизни почему потому что вы сами видите эту картинку вместо ряби и никаких претензий к аппарату мне нет потому что у риме под x была такая же история ночью планшета от риме снимать не предназначены вообще никак фронтальная камера максимум 720p и если у риме под x говорил что лицо не видно практически и все было плохо то я беру свои слова назад там еще было все не супер плохо мало того что фронталки 720p не особо рад при днем как она работает но если вы будете использовать ее ночью ну я вам как минимум не советую потому что это абсолютно бесполезная съемка единственное да видно что в кадре лицо а все остальное не видно пусть ютуб будет считать что у меня ужасный ролик из-за качества но зато вы увидите как не фонтана все это дело вас будет снимать ночью еще небольшая попытка снять что-то ночью ну это конечно форменная мазохизм 80 и 30 фпс съемка на основную камеру у real me mini pad и ну не худшая съемка которая ожидал потому что ночью было вообще мракобесно но вы сами видите что как камеру использовать ее не стоит она снимает наверно на уровне смартфонов 2009 года но главное снимает вам что нужно для видео правильно для видеосвязи минусы для разблокировки можно внести только одно лицо камеры как по мне только для вида я ожидал реально лучшего нет долби атмоса подбородок большой верхняя рамка тоже и ужасный процессор то есть это самая мне оптимизированная штука которая только может быть лучше по мтк хотя бы запихали цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео она в прямом смысле волшебно в моем понимании за такой планшет такие деньги это выгодно даже учитывая что здесь по железу не все прекрасно сборка отличная функционал он свой выполняет советую на него посмотреть не забудьте подписаться на телеграм канал взаимопомощи телеграм-канал скидок по ссылке в прикрепленном комментарии там я публикую эксклюзивный контент резюмировать могу просто 11000 рублей на момент издания ролика вполне возможно вы пойдете в ритейл российские здесь он будет 2025 гипотетический курс скакнет в два раза и он станет допустим 22 но в этих всех случаях те же яблочные аппараты будут стоить уже не 40 а 60-80 аналогов повторяюсь у нормальных брендов которые являются брендами первого эшелона из планшетов просто нет да здесь слабый процессор плохая съемка да какие-то огрехи есть у экрана и разумеется он не для супер тяжелых игр у него есть минусы но это первый блин который я считаю рим не сделали никому и габаритами для лично меня он удобнее чем айпадовский минька принципе все не забываем подписываться на канал пишем в комментах чтобы вы еще хотели увидеть на обзор всем кто оставил в комментариях что-либо огромное спасибо вы помогаете каналу ну кроме мата хамство добра и удачи вам дорогие друзья девайсу да